Эта история начиналась как обычная поездка в маршрутке. Девушка зашла в салон, расплатилась за проезд, а когда пришло время выходить, громко и четко попросила «Остановите на следующий». Водитель просьбу, видимо, не услышал, нужная остановка осталась позади. После словесной перепалки маршрутчик деньги за проезд возвращать отказался и в нецензурной форме попросил покинуть салон. Я ничего себе возвращать не буду, выходи. Я говорю, я не выйду, возвращайте. Ну, в общем, мы припираемся, уже начинают сигналить машину, потому что он стоит посреди дороги. В итоге он мне отсчитывает деньги, протягивает со словами «Да чтоб ты, дура, подавилась!». Я говорю, ну, я его, соответственно, послала, вышла, иду, и слышу, он вылез из маршрутки, бежит за мной с криком «Я тебе, тварь, сейчас башку проломлю, ты кого послала?». Неизвестно, как развивались бы события, если бы в сумке не оказалось газового баллончика. На улице темно, вокруг безлюдно, а самой дать отпор взрослому мужчине у хрупкой девушки вряд ли бы получилось. Случай, к сожалению, не единичный. Ситуация хрестоматийная. Подобных историй в интернете множество. Поводом для истерики может быть что угодно. Крупная купюра, которой пассажир решил расплатиться за проезд, большие сумки в час пик или наушники в ушах. Порой доходит и до рукоприкладства. Как вести себя в такой ситуации, чтобы из жертвы не превратиться в обвиняемого? Бывает и такое, что пассажир сам провоцирует перевозчика. Но в этой конкретной ситуации закон однозначно на стороне девушки. Водитель обязан был вернуть деньги за некачественно оказанную услугу по первой просьбе, не вступая в словесную перепалку. Если таковая имеет место, найти управу на хамство тоже можно, но сложнее. Придется предоставить доказательства превышения перевозчикам полномочий. Во-первых, если вы понимаете, что вас оскорбляют, это нужно зафиксировать на видеокамеру. Также потребовать свои денежные средства. Если водитель не отдает, то нужно зафиксировать. То есть в каждой маршрутке есть объявление перевозчика, кто обслуживает. То есть там индивидуальный предприниматель или общество ограничено ответственностью. Зафиксировать, уточнить адрес, обратиться с письменной претензией к этому перевозчику с требованием вернуть денежные средства за услугу, а также моральный вред. Параллельно можно написать заявление в полицию с жалобой на конкретного водителя. Оскорбление входит в разряд административных правонарушений и наказуемо штрафом. В Ульяновске есть специальная организация, осуществляющая надзор за всеми перевозчиками. Пожаловаться на хамство, несоблюдение расписания и другие нарушения можно по телефону 28-5702. Доказательства желательны, но необязательны все случаи в индивидуальном порядке будут рассмотрены комиссией с очной ставкой водителя и пассажира. Как показывает практика, практически всегда заявитель бывает прав. Работа водителя немножко стрессовая, в основном доводы нарушителей имели место быть. В том случае, если вина водителя будет доказана, его ждет штраф и выговор с занесением в личное дело. Большинству нарушителей этого достаточно, но если жалобы продолжают поступать... Для этого мы введем книгу учета обращений. Если данная ситуация повторяется, мы повторно проводим комиссионные, то есть рассмотрим данные опроса. И в этом случае нашей организации будет рекомендовано водителя уже уволить. Но это редкость. Чаще всего после вызова на ковер нерадивый водитель свою вину признает, поведение корректирует и вновь на рожон не лезет. Главное самому не поддаваться на провокации и держать себя в рамках приличия. Ведь нет такой ситуации, в которой истерика могла бы принести реальную пользу. Антон Кузьмин, Константин Никитин, Репортер 73.